Уникальный для Алтайского края центр IT-куб. Здесь будут готовить программистов со школьной скамьи. Бесплатно, на современном оборудовании. Подать заявку может любой родитель, только если ребенок на самом деле хочет заниматься. Самое главное, для чего мы будем делать отбор детей, это для того, чтобы понять, что дети мотивированы к обучению. Чтобы на полпути ребенок не остановился и не бросил. То есть нам нужны дети, которые дойдут, которые в финале получат сертификат обучения в нашем центре и получат хорошее IT-знание, IT-компетенции. А компетенции, по словам Михаила, не сравнить с полученными на уроках информатики. Здесь дети будут работать в творческой атмосфере и учиться решать не умозрительные примеры, а реальные задачи, которые ставят реальные же компании. С IT-кубом сотрудничают гиганты рынка Яндекс, Майкрософт, 1С и, казалось бы, что еще нужно, но в центре планируют и киберспорт взять под крыло. Что не в программе, они часто выкидают. Как сочетаются угрюмые программисты и эмоциональные киберспортсмены, ответ лучше всего знает человек, который побывал на обоих фронтах. Денис Артемов, айтишник с прошлым киберспортсмена, который работает в Кубе. У нас в целом в России начинает это развиваться. В Томске, в Питере, в Москве сейчас дают дополнительные баллы за то, что вы участвуете в киберспортивных турнирах, выигрываете командой и можете получить при поступлении дополнительные баллы по конкурсу. То есть киберспорт такие же ворота в жизнь, как и эти профессии. Так что внедрение этого направления в Куб приехали обсуждать министр образования Края Максим Костенко и депутат Госдумы Александр Прокопьев. Кстати, по его просьбе в Кубе устроили состязание четыре школьных команды, чтобы проверить, подходит ли местная техника для киберспортивных баталий. С техникой все хорошо, вот сеть оказалась не рассчитана на такую нагрузку. Теперь ее планируют усилить. Уже ведут переговоры с провайдером. Именно на этот момент депутат и обратил внимание, киберспортивное направление развивать в Кубе необходимо, с учетом мнения самих игроков. Киберспорт в первую очередь популярен среди школьников, это очевидно, и при всем этом он существует сам по себе. То есть, к сожалению, на данный момент у нас в Крае нет квалифицированных тренеров по этому направлению, нет психологов, которые могли бы повышать уровень подготовки киберспортсменов. И IT-куб может стать вот такой пробной площадкой, на которой это направление можно развивать. Все-таки отношение к киберспорту меняется, потому что мы сегодня начинаем видеть успешных ребят, которые вот в этом направлении киберспорта самореализуются. И зарабатывают, как сообщают знатоки киберспортивного мира, не хуже профессиональных футболистов. Так что IT-куб может стать, помимо прочего, своеобразной детско-юношеской спортшколой. Возможно, и другие площадки для юных айтишников Края будут перенимать опыт. Благо, таких мест притяжения становится все больше. Очень важно, что это не только IT-куб здесь, в городе Барнауле, который находится. У нас в этом году уже открылось 42 точки роста, такие маленькие IT-кубики, маленькие кванториумы в 42 школах. До конца года 2021 еще 140 школ присоединятся. Да и IT-куб не стоит на месте, только начали работать, как уже планируют расширяться. Это будет зал, это будут разные локации, это все будет передвигаться, сдвигаться и так далее. У нас проект уже готов, и поэтому здесь только осталось окончательное решение, что это наша будет территория. Сами помещения, в которых располагается IT-куб, собой как бы иллюстрируют переход от прошлого к будущему, в которое мы плавно идем. И IT-куб, вероятно, будет захватывать те этажи, и если все будет получаться, станет, возможно, одним из главных пространств в крае, где то самое будущее будет превращаться в настоящее. Андрей Дреер, Александр Антропов. День с толком.